Я люблю этого композитора. Наверное, если бы я его не знал, и если бы его не было в музыке, может быть, я был бы другой. Поем, 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 поем. Бум! Значит, звук режиссера говорит, шум в хоре? Да нет. Мы стали искать, и вдруг за большой иконой нашли бабушку, которая стояла на коленях. Как только мы произночили слово «Господи», она говорит, она лбом об этот пол. Бум! Бум! А все же записывалось! Это проект «Мой Рахманинов», и мы беседуем с руководителем Государственной симфонической и академической капеллы Валерием Полянским. Валерий Кузьмич, здравствуйте! Добрый день! Вы являетесь председателем Рахманиновского общества. Что это за организация? Кого она объединяет? Ну, это, в общем, достаточно старая организация. Она была основана в 1981 году. Виктор Карпович Мержанов был такой замечательный совершенно пианист, профессор Московской консерватории. Сам он из Тамбова. Обожал Рахманинова. И все свое свободное время он посвящал творчеству этого великого композитора, великого человека, я бы так сказал. Вот после его ухода с этого поста он как бы передал мне дальнейшую судьбу этого общества. Но для меня это был какой-то знаменательный шаг. Почему? В 1982 году был первый фестиваль в Тамбове, посвященный Рахманину. И тогда он пригласил мой хор там участвовать. Вот какая-то вот эта цепочка, она протянулась до сих пор. Но чем занимается общество? Общество очень много делает. Проводит концертов, проводит лекции, проводит семинары, посвященные творчеству Сергея Васильевича. Принимало колоссальное участие в воздвижении его памятников в Москве, в Тамбове, в Великом Новгороде. Провели шесть конкурсов фортепианных. Два всесоюзных, четыре международных. И вот сейчас тот конкурс, который будет как бы первым, он уже такой расширенный. Но все-таки это уже как бы продолжение той традиции, которая была заложена еще в те времена. Вот. И то есть Рахманину все время с нами. Минюстом был подписан указ о создании музея Рахманину в Москве. Это очень, как тот совпало, совпало. Это очень трогательно и дорого, потому что за это очень долго боролись. Очень долго боролись. Какое будет наполнение музея? Уже есть ли какие-то договоренности о том, как... Ну, есть помещение. Есть помещение, которое в свое время передал, оказал колоссальную помощь. Оказали помощь родственники Рахманину Сергея Васильевича и Илья Павловича Рахманинов. Вот. Так что собираются материалы, собираются всевозможные публикации, диски. Все, что связано с именем и творчеством Сергея Васильевича. Что касается лично меня, и я исполняю Рахманину все время. Все время. И мое первое знакомство с музыкой Рахманину произошло тогда, когда я был совсем еще мальчишкой. И мне мама на день рождения подарила второй фортепианный концерт Рахманину пластинку. Вот с тех пор. А сейчас, ну, я исполнил практически все симфонические, контактно-ротериальные и фортепианные сочинения, фортепианные концерты Сергея Васильевича. И почти, в общем-то, все записал на диске. И ежегодно в течение трех лет я проводил свой маленький фестиваль. Маленький фестиваль, который длился в Большом зале консерватории и в Рахманиновском зале, который длился неделю. Я в течение трех концертов исполнял три симфонии и три оперы Сергея Васильевича. А в промежутках в Рахманиновском зале исполнял литургию его и всеночное бдение. Вот так вот, как-то вот такое. И должен сказать, что разные были времена, сами понимаете, все сложно достаточно. Но публика всегда приходила, всегда с большим удовольствием слушает его сочинения. И всегда очень благодарна. Всегда очень благодарна. Вас не просто так называют одним из лучших в России интерпретаторов музыки Рахманинова. Ну, понимаете, я человек скромный, поэтому я стараюсь избегать подобных вещей. Но я люблю этого композитора. Наверное, если бы я его не знал, если бы его не было в музыке, может быть, я бы был другой. И, может быть, многие были бы другие. А за время того, как вы изучаете музыку Рахманинова, как вы находите партитуры, работаете с ними, были ли какие-то неизвестные произведения, которые мало исполнялись, и, может быть, именно вы с коллективом открыли публике? Ну, вы знаете, до определенного времени и все ночные бдения и литургии вообще не исполнялись. Вообще не исполнялись. Вот. И история записи «Все ночного бдения» Сергея Васильевича – это вот такая немножко детективная история. В свое время замминистра культуры был Георгий Александрович Иванов, который называли ГАИ. А до этого он был директором Большого театра. И меня он помнил по моей работе в Большом театре. Я к нему пришел как-то утром рано. Я говорю, вы знаете, мне стыдно. Он что такое? Я говорю, мне стыдно за Назаровский. Я говорю, что там какие-то англичане, немцы, чехи, кто угодно поют Рахманинова, все ночные, а мы нет. Я вот слышал разные записи, говорят, слушать это невозможно. Я говорю, к русской музыке это не имеет никакого отношения. Я говорю, что ты хочешь? Я говорю, хочу записать «Все ночные бдения». Он так где? Я говорю, в Смоленском соборе. В Смоленске, в Успенском соборе, в Смоленске. Он так подумал, подумал, набрал номер телефона, позвонил директору «Мелодия», фирмы «Мелодия». Отрядили автобус, и мы поехали в Смоленск. Вместе с нами туда поехал Ширинка, кстати, на Архипово. Она пела соло. И вот в 30-градусный мороз, на улице был 30 градусов, а в зале за большим трудом, друзья были в Смоленске, хоры в Успенском соборе, например, 14-этажный дом, туда поднимали трамвайные обогреватели, чтобы создать какую-то маленькую температуру, чтобы можно было работать. И вот мы так вот и писали. А в алтарной части сидел и слушал нас в то время, как бы это сказать правильно, местный, не нельзя сказать, священник-владыка, Кирилл, который в то время был в Смоленске, сидел и слушал, как проходила запись. И после чего, после этого он даже нам сделал большую экскурсию. И мало того, когда я потом еще раз приезжал туда, писал и же илитургию, он отменил службы в Большом соборе, перенес их в Малый, чтобы дать нам возможность работать. За что мы были ему ужасно благодарны. Хотя была масса помех. Масса помех каких? Писали обычно ночью. Самолет. Значит, звонили уже в воинскую часть, чтобы вот с такого, по такое время отменить полет. Голуби. Чтобы звук не мешал, да? Да, ну нельзя же, голуби. Был комический случай, тоже поем, 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 поем. Бум! Значит, звукорежиссер говорит, шум, хоре, да нет нас опять. Поем, 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 поем. Бум! Что такое? Стали проверять. А вы представите, что такое Успенский собор в Смоленске? Это Успенский собор в Москве целиком входит. Такое громадное. Ну, стали искать. И вдруг за большой иконой нашли бабушку, которая стояла на колени. Как только мы пели, произночили слово Господи, она говорит, она лбом об этот пол. Бум! Бум! А все же записывалось. Все, понимаете, все это было. Но когда запись состоялась, конечно, счастье было у меня великое. Великое. В те времена записать это было очень сложно. И я считаю, что это, в общем-то, Сергей Васильевич помог. Вот. Это замечательное сочинение, удивительное сочинение. И в свое время, когда я первый раз исполнял в Москве целиком, целиком, не отдельные фрагменты, как это иногда поет, а целиком, от нотки до нотки, то было такое ощущение, когда мы пели первую часть, а там, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И было ощущение, что люди, сидящие в зале, тихонечко, даже про себя повторяли тот текст, который должен был идти поверх этой музыки. Так что здесь... Меня иногда спрашивают, что такое, особенно на Западе, когда бывает, что такое русская душа. Я говорю, что такое русская душа? Я говорю, слушайте Рахманинова-Чайковского, тогда, может, что-нибудь поймете. Ну, что касается моего отношения, каждый раз, когда я начинаю готовиться к исполнению того или иного сочинения, я всегда с трепетом открываю партитуру, вот, и всегда благодарю Господа Бога за то, что я имею возможность это исполнить. Чтобы лучше понять замысел Рахманинова, насколько вы погружаетесь в его какие-то письма, в партитуры, смотрите, может быть, что на полях, писал сам композитор в архиве. Ну, у меня достаточно много книг, я их уже много раз пролистал, прочитал. У меня даже есть интересное в свое время, Ирина Константиновна Архипова привезла мне письмо, открыточку такой, сиренную открыточку, от родственников Рахманинова, и которые услышали мою запись с благодарностью. Я вот ее храню, вот она как раз, может быть, и пойдет в музей. А вообще, одна очень умная женщина, звукорежиссер, с которой я работал, проработала и записала большую часть своих дисков, и когда надо было подготовиться к какому-то, к какой-то серьезной записи, она говорила, ты знаешь, поди в лес, признатись к березке и послушай. Это дорого стоит. А в свое время, когда мы были в Ивановке, там парк, громадный парк, который в свое время загибался, просто пропадал. И не знали, что с ним делать. И нашли какого-то старичка, садовника, который, значит, еще про Сергея Васильевича там работал. И вот он занялся этим парком, и потом, значит, когда я все это поднял, говорит, ну вот, слава Богу, теперь как при батюшке Сергея Васильевича. Вы говорите, вот, все очень взаимосвязано, все очень взаимосвязано. Я читала письма Рахманинова, в частности, вот где он рассказывал, ну, как рассказывать, в то время, как он работал над литургией, он очень много писем пишет разным людям, которые знают, как происходит. Да, 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 и у него очень это все прописано от и до, причем даже, я служил в литургию Рахманинова, служил в Сарбрюкене. Да, вы можете смеяться, но мы были на гастролях в Сарбрюкене, пели в Синочное бдение, и вдруг нам, значит, позвонили, попросили на другой день, открывали православный приход в Сарбрюкене. И нас попросили, значит, отслужить эту службу. Я говорю, ну, пожалуйста, вот в литургии. И у меня было все расписано, все, когда вступать, когда священник, когда я, когда что-то, это было грандиозно. Но это совершенно другое восприятие этой музыки и другое отношение, в отличие от концертного зала. В концертном зале, это немножко более тонко, с точки зрения проникновения, а там это, сами понимаете, все немножечко другое. Но тем не менее, тем не менее, все это было, все это было, есть, я надеюсь, будет долго еще. Какие ваши самые любимые произведения Рахманинова, если не касаться тех, которые вы уже назвали, и не обязательно даже хоровые произведения? Знаете, я очень люблю первую симфонию. Ну, я не говорю про вторую, я люблю очень первую. Почему? Во-первых, у нее несчастная судьба. Несчастная судьба благодаря небрежному исполнению, не будем уточнять, небрежному исполнению первого исполнения, которое провалилось, и Сергей Васильевич очень переживал, и потому же спустя много-много лет удалось восстановить эту партитуру, и симфония, слава богу, живет. Но у меня такое впечатление сложилось от исполнения, я уже много раз ее исполнял, что в этом сочинении Сергей Васильевич как бы предсказал судьбу 20 века и свою судьбу. Вот там все есть. Вот все эти катаклизмы, которые были с ним, и которые были в мире в 20 веке, там все это было бы есть. Как он это мог предвидеть? Как это было возможно молодому человеку в те времена, остается только удивляться. Остается только удивляться его пронесательности, его гениальности. Если вы читаете каких-то музыковедов в России и за границей относительно музыки Рахманинова, насколько взгляд из России на музыку Рахманинова отличается от взгляда за границей? Бывает ли такое, что за границей люди слушают эту музыку, но представляют какие-то иные вещи, нежели те, которые представляем мы в России? Начнем с того, что я не очень люблю музыковедов, да простят они меня. Вот я больше люблю историков музыковедов. Но что касается восприятия, вы знаете, в принципе, все люди одинаковые. У всех красная кровь, у всех бьется сердце. Есть более холодные нации, есть более горячие. Но что касается музыки Рахманинова, воспринимается всегда с большим восторгом. То есть, это восторг выражается по-разному. Иногда это просто какие-то аплодисменты бывают, порой даже, может быть, глупые аплодисменты, ненужные. А что касается, скажем, на Западе, я имею в виду, а что касается, скажем, российской публики, для меня самое большое было однажды, когда у меня были друзья, правда, художники, были друзья, после концерта вышли и шли домой, молчали. Не хотелось говорить. Это было какое-то самопогружение, понимаете, то же самое происходит после его симфонии, после симфонических танцев, после фортепианных концертов, ну уж я не говорю про всеночную литургию. Вот в этом есть разница. И чем больше человек проникает в это, тем ему хочется побыть одному, подумать о себе, заглянуть вовнутрь. И в этом и в отличие, даже отличие от Петра Ильича. У тебя Петр Ильич обожает Рахманинова, как вы знаете. Какое бы вы произведение Рахманинова поставили сейчас, если бы у вас была возможность, например, обратиться ко всему миру? Одно сочинение, да, скорее всего, все начали. Потому что в этом сочинении весь Рахманинов. Весь Рахманин. Ведь он не случайно потом в симфонических танцах вернулся к теме из всеночной. Не случайно. Не случайно. И в этом сочинении все есть. Во-первых, само содержание и текст. Во-вторых, все то, что вложено Сергею Васильевичу в эту музыку. Понимаете, каждый раз, когда возвращаешься к этому сочинению, все время что-то ищешь новое. Причем, самое интересное, чтобы не играть и как бы много не играть сочинение Рахманинова, каждый раз играешь по-разному. Каждый раз невозможно повторить одинаково. Невозможно. И слава Богу. Слава Богу. Последний у меня вопрос. Наш проект называется «Мой Рахманинов». Как бы вы продолжили фразу «Мой Рахманинов – это»? какой он ваш Рахманинов? Это моя жизнь. Это я. Если бы не он, может быть, был бы другой. Потому что Рахманинов – это совесть. У Рахманинов – это печаль. Русская печаль, которая отличается от всех. Это вот. Спасибо вам большое, Валерий Кузьмич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...